Ну что ж, друзья, всем здрасте, плей-офф продолжается, страсти накаляются, матчи идут, короче, сегодня у нас с вами вновь есть что пообсуждать и о чем поговорить, поэтому не буду особо сильно тратить ваше время на болтовню, пожелаю только лишь вам приятного аппетита, приятного чаепития и прочего, чем вы там обычно занимаете время просмотра, и, в общем-то, все, погнали смотреть! Начинаем мы сегодня с вами со вчерашней сенсации, имеется ввиду поединка между Орландо и Милоки, забегая вперед скажу, что да, я ни в коем случае не думаю, что Мэджик даже фактически в домашних стенах удастся сотворить историю, вышибив при этом главную силу Востока в первом раунде, однако на то, как они вчера на изи расправились подопечными Бадо, я тоже не обращать внимания не могу, поэтому прямо сейчас мы с вами посмотрим на причины того, почему Милоки сдали первый матч, и что самое главное для этого сделали ребята из Мэджик? Первое это защита, для тех, кто матч не смотрел, хотя, в принципе, это не важно, потому что мы все равно глянем сейчас на эти эпизоды, было наверняка заметно, как в первую очередь Орландо отыгрывают в обороне, не позволяя Янису пользоваться в первую очередь своими сильными сторонами, выпячивая при этом наружу то, что обычно нивелирует команда. О чем сейчас идет речь, спросите вы? Ну, конечно же, о проходах Грикфрика под кольцо и дальних выстрелах. Касаемо проходов, то новой тактики по сравнению с прошлым гоном в обороне против Оленей мы с вами никакой не увидели, ибо сдваивание, дабл-тимы и даже порой трипл-тимы работают против от этой кумбы до сих пор и на отлично. Вот ради примера посмотрите, как Кларк, Агастин и Фульс останавливают, казалось бы, набравшего ход Яниса, вынуждая того в итоге в мид-рейнже совершить остановку и в итоге пробежку. На первый взгляд может показаться, что, возможно, да. Это какая-то чрезмерная опека, так как когда три игрока готовы стягиваться одновременно на одного Яниса, это будет явно давать спейтинга партнерам и провокацией, допустим, от них гораздо большего объема трехочковых. Но, увы и ах, в данном эпизоде, как еще в нескольких подобных, это не сработало. Была пробежка, была остановка, браво в защите Орландо. Второе, это дальние как команды, так и персонально Яниса. Собственно, что тут можно сказать? Еще с прошлого года, когда мы с вами разбирали матчи на вылет, единственная претензия, а точнее даже, наверное, пожелание, которое озвучилось в сторону Грека, звучало таким образом. Вот, если он научится лучше играть спиной кольцу и бросать с дальней дистанции, то, пожалуй, точно все. NBA хана, у нас есть новый король, да здравствует Янис. Однако, если с игрой спиной к кольцу все стало действительно лучше, то вот с трехочковыми как было слабо, так все на том же самом месте и осталось. В игре, заблокировав Янису легкие проходы в краску, он был буквально вынужден порой выкидывать из-за дуги, что заканчивалось для него не самым, надо сказать, лучшим образом, а.к. релизом 3 из 7. Конечно, да, кто-то может опять же сказать, ну, погодите, 40% это ведь неплохо для Яниса, и, возможно, с этим нельзя не согласиться. Однако, это не типичная игра для Яниса. Он привык в большей степени проламывать, словно таран, краску соперника и искать оттуда либо скидки, либо контакта для завершения броска, чего в этом матче ему позволяли уже делать мало. Плюс общая реализация. С ней, как, впрочем, и в целом с поддержкой от тиммейтов по игре, было просто все катастрофически плохо. Крис Миддлтон был со старта выключен обороной от Джеймса Яниса, Брук Лобес вышиблен вучевичем. Скамейка, кроме Джорджа Хилла, практически не показывала вообще никакого результата, и это, между прочим, учитывая факт того, насколько вообще глубже и шире мог позволять себе в этом матче играть бат. Короче говоря, 4 скромных парня из Орландо переиграли 5,5-6 человек самой сильной команды Востока, что, согласитесь, настораживает. Плюс, конечно же, фактор под номером 3, это Никола Вучевич. Признаться честно, я был безумно рад за то, как Никола в этом рестарте, в особенности в поединке с Милоке, взял наконец-таки свои яйца в кулак и показал, на что он способен. Без лишней возни, без лишних судорог, как это было в серии, например, с Торонто в прошлом году, он в этот раз просто вышел, просто не позволил Бруку вообще ничего сделать против себя под кольцом, отвечая результативной игрой в атаке, и придерживаясь больше всех идеологии о том, что трехочковые броски способны победить Милоки, отсыпал им 5 из 8 из-за дуги. Каков итог? Ну, с самого старта Бакс были загнаны в очень непростую ситуацию, с которой вырулить на протяжении всей встречи у них так и не получилось. На этот раз не хватило концентрации в атаке, где допускалось очень много потерь, поддержки, скамейки, запасного плана на случай, если команда захочет забомбить их из-за дуги и реализации с линии, что в итоге и привело подопечных Буденхольцера к первому поражению в плей-офф от восьмого, если что, Семени. Следующая интересующая нас пара звучит как Портланд Лейкерс, ибо раз уж мы начали с топов Востока, давайте теперь о топах Запада и поболтаем, тем более, что сейчас это, наверное, одна из самых интересных дуэлей в плей-офф. Вот скажите, пожалуйста, в комментариях только честно, удивила ли вас первая игра Блейзерс и Лейкерс? Меня, если честно, нет. Знаете почему? Смотрите. Во-первых, Лос-Анджелес Лейкерс за последнюю неделю, да и, в общем-то, практически за все матчи в пузыре, не встречали для себя серьезного соперника, а точнее, не находили мотивации для того, чтобы побеждать. Они занимали первую строчку, и так Вогель, в принципе, мог на фоне этого постоянно экспериментировать с ротацией, дабы искать неожиданные сочетания там, где их, казалось бы, не существует, что, в общем-то, им и было сделано, позволяя при этом своим лидерам просто по чуть-чуть и потихоньку набирать форму, не получая травм. Отчего удивляться, например, тому, как нападение Лейкерс от одного из наиболее эффективных до рестарта чемпионата превратилось в тыкву, а точнее говоря, в одну из самых скромных, нам, наверное, не стоит. Хотя тревогу где-то в глубине души, признаться честно, данный факт все равно вызывает. Во-вторых, Портланд. Подопечные стоцы, заменувшие 8 стартовых матчей и один плей-иновский, напротив, прошли огонь, воду и медные трубы, затаскивая свой коллектив на восьмую строчку запада. При этом их атака является полной противоположностью, гордо показывая средний палец всем с первого места в статистике НБА по эффективности. Теперь, грубо, давайте сравним и представим, что будет, если самое эффективное нападение столкнется с самым неэффективным. Ответ, правильно, его нужно искать в защите. Однако и здесь, со стороны тех же самых Лейкерс, все было очень не очень. В первой четверти, благодаря в целом вялой обороне по всему периметру корта, будь то это дуга или трехсекундная, спали абсолютно все. От Джеймса, которому Нурк забивал через руки, до Кейси Пи, который и вовсе выдал свой самый провальный матч после рестарта, вечно лажая как приличные опеки, так и в нападении. При этом, Блейзер же действовали на этот раз более вариативно в своих атаках, смешивая излюбленные высокие заслоны под игрока с мячом с комбинациями, где, к примеру, тому же Лиларду необходимо было сначала расстаться с шариком, дабы через два наведения, пробежав через всю трехсекундную, вернуться на дальнюю позицию и снова попытаться произвести выстрел. Штука, надо сказать, это работала, что, в общем-то, на фоне плохой атаки Лейкерс и позволяла Портланду сразу же вырваться вперед. Во второй 12 минутке и в третьей ситуация, если что, по дефу Пурпурно-Золотых улучшилась, потому что ни Лиларду, ни СиДжею с Нуркичем бросать с дальней дистанции уже так открыто и свободно фактически не позволяли, вынуждая тех в большей степени просачиваться в краску и искать контакты под кольцом, что заметно осадило наступление Портланда и позволило банде Леброна, оформив один из самых больших рывков на старте второго отрезка, равного 13 к 1, вернуться вообще в целом в поединок. Правда, если до наступления четверти под номером 4 подопечные стотцы, можно сказать, переживали и стойко переносили удары Лейкерса, а точнее Эйди и Леброна, то вот с момента, когда игра вошла в финальную 12-минутку, все начало разворачиваться по сценарию самого старта игры. Портланд бесконечно крутил свои заслоны, пытаясь обеспечить Дэйма минимальным пространством для броска, и тот, находя его, само собой не стеснялся поливать, даже если это пространство появлялось рядом с логотипом NBA. Плюс Мелла и Гарри Трент. Двое этих парней, наряду с основным дуэтом Лиларда и СиДжея, в очередной раз подключались к игре с дальними настолько вовремя, что фактически именно их трехочковый и закрывали перед Лейкерс дверь под названием «Победа в первом матче». Ну и, конечно же, Хасан плюс Нуркич. Надо признать, что если бы не эти двое и их отличная работа под кольцом, не имел бы, наверное, Портланд на старте поединка такого преимущества, а в концовке минимального запаса по очкам. Вайтсад, как по мне, и вовсе провел вчера одну из лучших своих встреч, блокируя все, что в него летело, и собирая мячи там, где, казалось бы, их не выловить и не достать, за что ему летит персональный респект. По Лейкерса вывод таков, штрафный, что Дэвису, что Леброну все-таки нужно продолжать отрабатывать, а всему оставшемуся ростеру срочно нужна волшебная пилюля в одно место, потому что если Лейкерс и дальше продолжит играть, полагаясь в атаке только на мощь AD с Леброном, все для них может закончиться очень плохо. Все-таки без поддержки скамейки и ролевиков невозможно выигрывать матчи в плей-офф. Кстати, я лично так и не понял, почему того же Кентавиуса не поменяли в концовке на Джояра, который явно мог помочь бросками из-за дуги. А? Напишите, кстати, об этом в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Сегодняшний поединок, который открывал полночных матчей наряду с двумя предыдущими, мог, кстати, также стать открытием. Однако, несмотря на то, что Бруклин сделал практически все ради победы, это и отличная оборона, и выход на лидерство, которое порой доходило до плюс 14, этого все равно, а точнее всего лишь маленького усилия не хватило для того, чтобы отвоевать у действующих чемпионов даже одну победу. Бруклин в данном поединке сильно отличался от того Бруклина, который мы видели, например, с вами в гейме под номером 1. Собранный, настроенный на победу и борьбу коллектив Жака Вона, на этот раз вышел на площадку с заряженным, доказывая с первых минут первой четверти, что без боя они, Репторс, не уступят. Во многом, благодаря Джарду Аллену и его фантастической сегодня игре под кольцом, у Торонто изначально совершенно в трехсекундной ничего не получалось. Да и даже в тот момент, когда поединок в целом приближался к своему экватору, Марк Газоль и Сершибака один фиг продолжали напоминать нам лишь жалкое подобие себя. Хотя, что тут вам рассказывать, просто посмотрите на стату обоих, и это даже без объяснений станет понятно. КСП, привет тебе от Марка, он сегодня был гораздо круче, чем ты вчера. В итоге, неуверенная игра в атаке чемпионов привела к тому, что Бруклин буквально вылетел на раннее лидерство со счетом 26 к 12, и пошел фактически победным маршем к четвертой четверти, ибо во втором и третьем отрезке практически на каждый рывок Репторов у Ливерта, Кабаро и Гарта Темпла находился свой собственный ответ, не позволяющий Нэдс либо сильно отпускать соперников от себя, либо и вовсе вырваться тем вперед. Тут надо отметить, что на первый план вновь вышла у Нерса условная скамейка, где Фред Ван Лид и Норман Павел буквально уничтожали подопечных Вона как своими дальними, так и проникающими проходами в зону, на что бенч Бруклина банально никак не мог ответить, потому что у них нет даже двух игроков с сопоставимым уровнем таланта, что по сути и помогало Репторс не только оставаться в игре в целом, пока лидеры искали себя в атаке и в обороне, но и обеспечить команде минимальное преимущество. Однако в четвертом отрезке воинствующий Бруклин как будто бы подменили. После невероятного рывка Торонто 10 к 3, который позже конвертируется в 19-5, судьба Нэдс буквально повиснет на волоске, где Луваву Кабаро снова своим точным дальним броском за 50 секунд до конца подарят команде шанс на перевод игры хотя бы в овертайм. Но после не совсем удачно разыгранной двоечки от Темпла и Хэрриса, когда Лаури выбил у них мяч, а Паул вогнал Данк в отрыве, вколачивая по сути последний гвоздь в крышку гроба Бруклина, игра по факту и была на этом завершена. Посерить перестановится счет 2-0. Лучшие игроки матча типичны на ваших экранах, а мы с вами двигаемся дальше. По второму матчу Бостона и Филадельфии скажу, пожалуй, совсем коротко. Во-первых, кельты на ближайшие 4 месяца лишаются Гордона Хейворда, который в концовке первого поединка из-за неудачного приземления получил растяжение связок правого голеностопного сустава третьей степени. Гордон, тебе, пожалуй, пожелать можем только большого здоровья и скорейшего камбэка на паркет, хотя уже сейчас ходят разговоры о том, что мы его с вами в матчах плей-офф более не увидим. Это плохо. В итоге, казалось бы, такая серьезная потеря для кельтов должна была обернуться проблемами в матчах серии против Филадельфии. Поначалу, с вышедшим старте с мартом именно это и происходило. Бостон начал типично для себя в вяло текущем темпе в атаке, позволив 7-6 вырваться вперед, создавая преимущество, доходившее до плюс 18 очков, что, надо сказать, выглядело как очень тревожный первый звоночек. К тому же, центровые зеленых явно не могли найти противостояния против Джоэля, записавшего на свой счет за первый отрезок аж сразу же 13 поинтов, что, опять же, заставляло почесать репу, наверное, коуча Бостона. Однако, начиная со второй 12 минутки, перетерпев по итогу заслушливый старт ранний выход Филадельфии вперед, Брэд Стивенс начинает тасовать свою ротацию, постоянно вкидывая то смолбольный пятак с Ванамейкером и Эдвардсом, то стандартный стартовый, что при условии постоянных высоких заслонов, не прекращающихся, помогало команде сначала найти свой ритм в атаке, постоянно изматывая больших Филадельфий, а позже и вовсе выйти на двухзначное лидерство, которое впоследствии подопечные Брэда Брауна так и не смогут отыграть, позволяя концовку отдать вообще на растерзание резервистам. Кстати, давайте-ка с вами похлопаем и прожмем лайк за Така Фола, набравшего сегодня свои первые очки в плей-офф. Така, мы тебя поздравляем, твоих первых трех очков оказалось достаточно для того, чтобы ты превзошел в марка Газоли и КСП. Браво, ты красавец. По итогу же, во второй игре к ряду, Филадельфия оказывается хуже практически снова везде, начиная от трехочковых и заканчивая очками в быстрых прорывах. Плюс, скамейка. Она сегодня в очередной раз была менее убедительна, чем Бенч Кельтов, что даже при наличии отличной игры от Эмбидо, ставшего лучшим в команде по скорингу, все равно оказалось недостаточно для того, чтобы Филадельфия одержала победу. У Бостона же возглавляет цифровую гонку Джейсон Тейтум, и мы с вами идем далее. Ну вот, это было совершенно другое дело, и игра совершенно другого уровня, как от Юты, так и, в принципе, от Денвера. Насчет джазменов сказать можно вот что. Даже несмотря на то, что оборона Наггетс изо всех сил старалась не проседать на протяжении большей половины встречи, создавая при этом возможности себе и в нападении, это при условии того, что соперник бросает тебе с игры 20 из 35 на старте, абсолютно и никак не способна повлиять на итоговый результат. Что я имею в виду? Да, все очень просто. Каждая ошибка Денвера в нападении конвертировалась практически каждый раз в результативную атаку Джаз, что на старте приводило, к примеру, к тому, что Юта выходила на лидерство в плюс 8, а позже, к середине третьей 12 минутки, оно и вовсе увеличивалось до безобразных 19 поинтов, которые самородкам было уже не под силу отыграть. Причиной сегодняшнему плохому выступлению Денвера, как по мне, есть объяснение, и кроется оно в первую очередь в изменениях по обороне. Во-первых, практически весь матч Мюррей сегодня опекал Ройс О'Нил, успевавший часто проскальзывать на заслонах между Йокичем и Мюрреем, не позволяя быстро активировать пик-н-ролл звездам Наггетса. Во-вторых, Руди Габер, он на подстраковках сегодня действовал совершенно иначе, а точнее играл с каким-то просто иным уровнем мотивации, успевая всегда и везде, что поначалу само собой просто замедляло скрины Денвера, а позже и вовсе их обезвредило, заставляя Мюррея почему-то выключить эгоизм в атаке и постоянно начинать делиться мячом с Йокичем. Каков итог? Несмотря на очень хорошее выступление, опять же, от Майкла Портера-младшего, завалившего 28 поинтов в 6 подборов, Денвер полностью провалился, уступая игру под щитом, хуже двигая мяч и банально не зная, как и что, и в первую очередь придумать против летящих с таким процентом мячей у Джас. К слову, Майкл Конли в пузырь вернулся и уже, может быть, в следующем матче появится на паркете, что определенно, опять же, добавит еще плеймейкинга Джазменам, однако сегодня связки Моргана и Митчелла было более чем достаточно для хорошего взаимодействия и игры в целом. Доновану принадлежит, если что, 30 очков, 1 подбор и 8 ассистов с релизом из Дуги в 85%, что отчасти и помогало Джаз настолько круто провести данный поединок. Ну и, наконец, самое важное, самое главное и самое интересное из сегодняшней ночи. Битва между Далласом и Клипперс. Кстати, я, друзья, по первой игре должен кое-что дополнить, имеется в виду момент с фолами, ибо углубившись в правила и, в принципе, в историю оценивания подобных эпизодов рефери, могу сказать, что трактуются они всегда почему-то по-разному. Кому-то, как Леброну, Дреймонду Грину и Дюранту, за подобные взмахи в плей-офф не дается абсолютно ничего, ограничиваясь выговорами, а кому-то, как Парзингису, Полу Джорджу или Лаури, начиная с 2015 года, потому что, опять же, трактуется это все на усмотрение арбитра. Да и в сводках правил написано, нельзя бурно реагировать на свисток судьи и открыто выказывать свое неуважение к арбитру. То бишь, когда жест направлен, допустим, абстрактно и не в сторону рефери, мол, это не является нарушением. А если ты смотришь при этом на рефери, то все тебе технически. Согласитесь, это странно и явно требует некой доработки и корректировки, но вот пока как есть. Я спорить уже не стану, конечно, смотрел ли Паразингис на арбитра или не смотрел, но факт остается фактом. Рефери все расценивает самостоятельно. По второму фолу сказать особо нечего, драки там не было, Паразингис ее не затевал, но технари получил. Всем ли дают в ассоциации, опять же, за подобное фолы? Нет. Предвзято ли это было? Ну, скорее, наверное, да, чем нет. Но изменить уже, согласитесь, ничего нельзя, зато можно собраться силами и нанести ответный удар. Правильно? Правильно. Чем, собственно, сегодня Даллас и занимался? Пережив обиднейшее первое поражение, сегодня Мэверикс твердо контролировали ситуацию в самых первых минут, выходя на лидерство со счетом 15-2. Лос-Анджелес же, несмотря на очень разрозненный баскетбол, даже попав в такой дефицит очков, со старта усилиями Каваев все равно смог наверстать упущенный, завершив четверть со счетом 29-25. Однако, это было только начало. Второй отрезок получился примерно таким же, каков был и первый. С выходом на паркет Бобана Марьяновича, забившего 10 поинтов за скромные 7 минуток, лидерство Далласа достигло вновь двухзначного числа, равного 15-ти. А Кавай с Лу Уильямсом, которые хоть вовсю и старались отыграться, да, они приносили пользу, но ее все равно катастрофически не хватало, позволяя Далласу лидировать по счету. Отрезок под номером 3 начинается с того, что Лука Тонча, заработав 4 фала, присаживается отдыхать. И в тот самый момент, когда, казалось бы, ну, вот-вот и сейчас лак точно сожрут разрыв, за дело брались те ребята, которых так сильно не хватало в первой встрече. Это Сет Карри, Бобан Марьянович и Трей Бёрк. На троих им сегодня принадлежат не только общие 45 очков и тотально переигранная скамейка, но и в какой-то степени даже концовка. Когда Карлайл на старте четвертой четверти дал своим лидерам неожиданно время на то, чтобы те перевели дух, и тот же самый Лука опять же не хапнул раньше времени, например, 6 персональных. Именно в этот период все от Клэбера и заканчивая Бёрком работали как один единый механизм в атаке и в обороне, что, собственно, и позволяло переждать передышку звезд Далласа без каких-либо весомых потерь. Кстати, забавным фактом тут можно выделить маленькое интервью, которое Риверс давал ТНТ перед началом четвертой четверти, сказав, что если команда прямо сейчас не начнет играть нормально в обороне, то они могут забыть о победе. Что случилось? Правильно, деф как на периметре, так и под кольцом не заработал, что позволило Далласу дожать под занавес матча лак, забрав себе первую в данной серии победу. Клиперс за сегодняшний матч можно реально и действительно только поругать. Они проиграли практически по всем фронтам, допуская больше ошибок, имеется ввиду теряя мяч, хуже кидая из-за дуги. Пол Джордж, к примеру, вообще с нулем был после первой половины, что опять же говорит об эффективности нападения. Так что, в принципе, в победе Далласа все сегодня было закономерно, на чем, в принципе, мы можем поставить точку. Кстати, господа, пожалуйста, не обижайтесь на меня за то, что нет матча Индианы с Майами и Оклахомы с Хьюстоном. Это все будет завтра. В завершение выпуска спрошу вас лишь только об одном. Напишите в комментариях, какие матчи вам понравились, какие не понравились. Может быть, вы какие-то еще и выводы успели сделать за это время. И, в принципе, все. Ставьте большие пальцы вверх, если выпуск понравился. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие ролики. Увидимся и услышимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok